Здравствуйте, это Влад и новый авторский рассказ моего канала «Удивительные истории». Иваныч был необычным бомжом. Несмотря на прожитые годы, он выглядел человеком неглупым, от него не разило перегаром, да и на фоне остальных бездомных он выделялся опрятностью. Было понятно, что ему чужд статус бездомного, и бродяжничать он начал отнюдь не от хорошей жизни. В постоянных поисках крыши над головой, он присмотрел себе убежище на зиму. Дом на углу улицы был давно заброшен, о чем свидетельствовали заросли сорняков, темные провалы окон, в которых стекла были через дно выбиты хулиганами. Было понятно, хозяева у этого здания либо уехали, либо умерли. Зима приближалась, ночи становились холоднее, и Иваныч решил обосноваться тут. Мужик, он всегда был хозяйственный и башковитый, не зря свой хлеб на должности инженера кушал, поэтому заброшенный дом быстро начал преображаться. Недостающие окна Иваныч решил заменить фанерой, немного материала он нашел в сарае, еще порылся по помойкам, да и стройки прошерстил на предмет полезностей. Горе в его семью пришло семь лет назад, когда погиб его единственный сын, Андрюшка. Он был старшим пожарного расчета и всегда рвался помогать другим. Иваныч всегда старался передать сыну свои ценности и воспитать из него достойного человека. Когда был выбор между тем, чтобы стоять и смотреть на гибели ребенка или спасти его, Андрей не сомневался. Он выполнил свой долг, но сильно обгорел. Иваныч сутками не отходил от стонущего в бреду сына, видел страдания своего мальчика, да только что он мог. В память о сыне осталась Иванычу только Тая, дочь Андрея. Старик души не чаял в этом белокуром ангелке и всю свою любовь, которую ему теперь некому было дарить, отдавал ей. Откладывал скудную пенсию, урезал себя во всем, чтобы побаловать внучку. Девочка отвечала взаимностью, всегда радостно встречала деда. С невесткой вот отношения не задались, но все ж не чужие люди. Вот и предложил Иваныч ей переехать со съемной квартиры к себе. Благо места хватало всем, он и с внучкой поможет, и сам утешится. Каждый переносит горе по-своему. Невестка стала пить в первое время запоями, забросила воспитание дочери. Иваныч понимал и терпел, поводя Таю в свою комнату, чтобы ребенок не видел состояние матери. Прошло время. Невестка остепенила с алкоголем. Вместо запоев к ней часто стали захаживать разные мужчины. Иногда они оставались ночевкой, иногда она не ночевала дома. Все перевернулось ног на голову, когда невестка начала скандалить с Иванычем. Потом привела крепкого на вид мужчину, заявив, что он будет жить тут. Хозяин квартиры молчал. Молчал он, и когда невестка и ее новый сожитель, перекрикивая друг друга, собирали ему котомку, объясняя, что теперь он здесь лишний, и ему лучше уйти. Он не противился, хоть это и был его родной дом. Лишь уходя, пустил слезу, увидев сонное личико Таи, что вышло на шум из соседней комнаты. Так Иваныч оказался на улице. Поначалу пытался прибиться к стайке бомжей и даже попробовал выпить водки впервые в жизни, но утешение это ему не принесло. Отрезвенник выглядел белой вороной среди местных бродяг. Так и скитался он днями по улицам города. Кормился тем, что дадут неравнодушные женщины с рынка. Пытался подрабатывать, но все это было как в тумане. Перед ним все время было лицо Андрея в бинтах. В ушах был голос сослуживца Андрюши, который позвонил ему в тот злополучный вечер. Часто среди ночи он просыпался от того, что ему снились комьи земли, которые падали на гроб сына. Его Андрюша был героем. Понимание этого грело душу старика. Он был уверен, будь жива Аллочка, мать Андрюша и жена Иваныча, то она гордилась бы поступком сына. Жаль, что погибла двадцать лет назад от сердечного приступа, когда сын был еще маленьким. Иваныч больше не смог полюбить кого-то еще, поэтому посвятил всего себя сыну. Со временем бездомный привык к такой жизни. Скудную инженерскую пенсию он продолжал получать. Без дела же сидеть не мог. Поэтому промышлял сбором и сдачей картона, пустых бутылок и иногда металлолома. Однажды, принеся небольшой мешок на сдачу, он увидел, что на базе появились щенята. И все они бегали весело, виляя куцами хвостиками. Только один лежал в сторонке, грустно опустив голову на передние лапы. Что-то екнуло в сердце старика. Он спросил разрешения у приемщицы забрать щенка и решил его выходить во что бы то ни стало. Далее терпел ухмылку ветеринара. Само собой, странно видеть бомжа, отдающего последние копейки за лечение полуживого щенка. И все же Иваныч смог. И теперь был не один. У его ног вертелся бодрый маленький песик с черными ушками по кличке Бим. Он дарил душевное тепло. Так они и обустроились. Никому не нужный старик и никому не нужный песик в никому не нужном доме. Так началась их размеренная жизнь. Однажды, вернувшись со сдачи вторсырья домой, Иваныч увидел неприятную картину. Гора мусора валялась посреди неделю назад расчищенной полянки, неведомо откуда. Бутылки, окурки, бытовые отходы. Все было свалено в безобразную кучу, словно это была какая-то свалка. Он видел такое впервые. Жил нелюдимо, общался с местными мало. Но они ничего никогда не имели против тихого деда, которого никто и пьяным не видел. Иваныч немного отошел от первого шока и посмотрел по сторонам. Соседский дом возвышался за высоченным забором и был богато отделанным, а по местным меркам напоминал небольшой дворец. В него недавно заехали новые жильцы, молодая семья. Наверное, перед входом там была лужайка с газоном, которой холили или леяли нанятые специально для этого садовники. Обида душила Иваныча. Перед воротами соседского дома были припаркованы дорогие автомобили. На покупку хотя бы одного из них Иванычу пришлось бы работать несколько жизней. Из-за забора доносился гогот и крики, празднующие какое-то событие компании. С неодобрением покосившись в сторону глухого забора, старик принялся убирать мусор. Работа заняла несколько часов, но зато полянка перед домом снова стала чистой и обжитой. Довольный проделанной работой, старик пошел в дом под крики и свист молодежи. Иваныч решил вздремнуть. Все же, годы уже не те. И чтобы отсечь от себя неприятный шум, закрыл самодельные ставни. Разбудил деда дружный вопль. «Леха, жги!» Потом свист и взрыв фейерверка. Женский виск, нецензурная брань и новые салюты залп за залпом отдавались в голове. Ему было плохо. Давление стучало по вискам вторе взрывом, но он терпел. «Да кто я такой? Я даже здесь не прописан!» С тоской в голове Иваныч прокручивал одну и ту же мысль. Первым не выдержал бим. Пес начал лаять, что есть мочи в сторону глухого забора. Как раз отгрохотали последние фейерверки и с той стороны послышали заинтересованные глаза. «О, Серега, слышал? Там шавка какая-то. Дай-ка мне вон ту стекляшку». «Кален, ты чего?» «Давай, говорю, там все равно бомжетня. У нас конкурс». Бутылка полетела через забор, но упала далеко от цели. Бим замолчал, подбежал к бутылке. Понюхал, вернулся на прежнее место и стал лаять пуще прежнего, почуяв угрозу. «Вот шавка!» – крикнул пьяный, голос заводилы. «Николя, прошу к барьеру». Следующая бутылка тоже ушла в молоко. Толпа начала заводиться. Бутылки полетели чаще, все ближе, падая к злосчастному пёсику. Здесь уже Иваныч не выдержал и засобирался на улицу. Бомж он или нет, а молодые люди явно не правы. Ему обидно, что так его труды снова идут на смарку. Его хвостатого товарища несправедливо обижают. Тем временем из-за забора доносились новые идеи относительно участи Бима. «Лёха, что ты стал как вкопанный? Подсади, ну! Колян, готов? Сейчас будем проверять, кто самый меткий. А травмат тебе зачем? А вас эта лающая зараза не заколебала?» Над забором сначала появилась голова Серёги, потом плечи и часть торса. Увидев, что Бим цел и невредим, он выстрелил по псу несколько раз. Тот заскулил и убежал подальше от угрозы. В это время вышел Иваныч. «За что вы так, ребята? Что вам пёсик сделал?» Слёзы бессилия и обиды выступили на старческом лице. «Дед, убери шавку отсюда, а то в следующий раз пристрелим». «Она ж не нападает ни на кого. А мне плевать. И ты, дед, отойди к себе. Бомжам слова не давали. Вали по добру, по здорову». Серёга в лаз напальнул в воздух. «Что там, Серёг?» – раздалось снизу. «Да чучело какое-то у тебя в соседях, Лёха. Права качать решила». «Это мы исправим». В голосе Лёхи послышалось хихидство. После того злополучного вечера тихая, размеренная жизнь Иваныча стала невыносимой. Соседи пакостились нескрываемым удовольствием. То засыпая мусором полянку, то пытаясь отравить Бима, то упражняя и стреляя по стенам дома по ночам. Бим, раненый тогда в заднюю лапу, хромал некоторое время, но всё же поправился. И теперь боялся появляться на улице без сопровождения хозяина. Старик попытался обратиться к участковому. Тот, выслушав жалобу, ответил, «Мол, ты же сам же бомж и на птичьих правах тут. Скажи спасибо, что они на тебя доносы не пишут. Ты не собственник, а значит терпи. Или ищи другое место». Как выяснил бородяга у торговок с рынка, его сосед – сын богатого бизнесмена и представитель местной элиты. Поэтому права на него вряд ли найдут. А золотая молодёжь с каждым днём издевалась всё изощрённее. Однажды ночью они напихали бумаги под закрытые ставни и подожгли. Иваныч вовремя спохватился и на силу потушил зарождающийся пожар. Сквозь дым и слёзы он вспоминал сына и приговаривал про себя, что уж его Андрюша отца в обиду не дал. Едва дождавшись утра, бородяга поспешил в отделение. Искать помощь ему было больше негде. Едва переступив порог, он уловил на себе десяток насмешливых взглядов. История противостояния бомжа и мажоров начинала ходить по отделению словно анекдот. Дескать, полоумный решил стать бунтарём. Трясущимися руками он достал паспорт. Документ выпал из его рук и всё содержимое рассыпалось по полу перед дежуркой. Из-за обложки паспорта вылетела фотография Андрея. С полу на старика смотрел сын. — Прости, Андрюшенька, — шептал Иваныч. Ему было стыдно и горько за то, что он такой, беспомощный и негодный ни на что. Он собрался наклониться и поднять документы. Его кто-то опередил. Сморгнув слёзы, старик увидел перед собой статного полицейского, при виде которого остальные сотрудники улыбаться перестали. Полицейский посмотрел на фотографию и выражение его лица сменилось на удивление и шок. — Вы, клоуны, что за цирк здесь устроили? — резко обратился он к остальным. Те потупили глаза. — Дед, кем тебе приходится человек на фото? — Сыном, — чуть слышно проговорил Иваныч. Полицейский молча посмотрел несколько секунд на бездомного и сказал коротко. — Спасибо. Затем повернулся к коллегам, показывая фото всем. — Знаете, кто это на фото? Этот парень дочь мою спас. Я уже думал, что не увижу свою Анюту, а он один пошёл в огонь и вернулся с ней, целёхонько и невредимый. А сам погиб. Вам бы пример с него брать, а не над отцом издеваться. Идём, батя, обсудим твою проблему. Внимательно слушая историю, полицейский всё больше хмурился и молчал. Изредка уточнять детали. А затем пообещал лично заняться этим делом. Напоследок лишь проговорил. — Спасибо за сына. — И вложил в руку деда пятитысячную купюру. С тех пор Иваныч обрёл надежду. Полицейский действительно сдержал слово. И Лёха, сын бизнесмена, получив условное захулиганство, стал обходить дом Иваныча стороной. Отец Лёхи как мог препятствовал следствию. Но и его смогли приструнить. Анекдот про борьбу бомжа и мажоров превратился в притчу. И теперь уже богатенький отпрыск стал посмешищем. В благодарность полицейский помог Иванычу с переоформлением дома. Так как тот действительно оказался ничейным и был на балансе муниципалитета. А потом помог с ремонтом. И в дальнейшем стал навещать его как сын. Теперь Никита Иванович не бездомный, а целиком и полностью одомашненный. С невесткой связь восстановилась. После того, как она получила дарственную для дочери на квартиру Никиты Ивановича, она смягчилась и разрешила видеться с внучкой. Да и дед простил невестку. Теперь в его доме часто слышен детский смех и весёлый лайбима. Та, я хоть и подросла, осталась всё таким же белокром отгелком, который с восторгом играл с Бимом. Который достаточно осмелел, чтобы регулярно метить забор своих обидчиков на той самой поляне, которую не так давно заваливали мусором. И ничто не напоминало сейчас в добротном доме тот пустующий остов, что был здесь до Иваныча. Если вам понравился рассказ, просьба поддержать меня кнопкой палец вверх. Для вас одно простое действие, но для меня это крайне важно. Спасибо заранее и всего доброго!